Секс. Возвращение в мир вампиров. Это 10 серия, в начале которой я планировал пойти к князю Лакруа и доложить о том, что мы нашли обугленные останки Алистера Граутера. Но я тут подумал, что раз я видел там Найнца Родригеса, предводителя анархов, я думаю сначала поговорить с ним об этом. Что он там делал и не причастен ли он к смерти Малковиана, потому что убийство другого вампира строго карается в вампирском сообществе и в частности к организации под названием Камарили. Ну, насколько мы знаем Найнца, он в принципе вполне адекватный, разумный человек, человек, вампир, поэтому я думаю это какая-то то ли подстава, то ли не разумение. Как мы выяснили из записей, аудиозаписей Граутера, больше всего мотивы были, судя по всему, Лакруа, желать его смерти. Так, щука-то что-нибудь узнает. Так, а где Найнц? Джек, где Найнц? Нашел его пепел, но настоящая проблема, я думаю, это сделал Найнц. Я видел Найнца у особняка и теперь первородный мертв. Так, как бы ответить. Джек смотрит осуждающе на нас. Но все выглядело так, я не знаю. Возможно и так. Так, 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 так. Я должен вернуться к Лакруа, он хочет знать о первородном. Блин, Джек, ну не обижайся ты на меня, ну что мне делать? Да, верно, до встречи. Лучше бы посоветовал, что делать. Я сам не хочу этого, но, блин. Где Найнц? Ты хочешь посмотреть на что-то? Почему? Я только что видел его в особняке Алистера Граута. Серьез? Первородный молковян убит. Я видел, как Найнц уходит с места преступления. Я не знаю, что ты делаешь в этом мире, но лучше не сказать, что ты не делаешь. Я знаю, что он делает, и это не имеет никакого отношения с Камерой. Но сейчас я только о том, что я не знаю. Надеюсь, до скорого. Так, Найнц пропал. Все это, черт возьми. Непонятно. Непонятно, непонятно. Блин, знаете что? Если будет возможность, я постараюсь вообще не говорить Лакруа, что видел Найнца. Не хочу его подставлять. Так. Ух ты. Ух ты, за малым. Это было вообще близко. Чуть-чуть бы спалил маскарад. Так. Как же так? Не сходится что-то. Согласитесь? Не сходится. Некоторые умные исследователи посоветовали бы откинуть факты, если факты не идут. Идут в разрез с общей теорией, но, блин, факты – прямая вещь, как говорил Воланд. Ладно, что думать, догадать. Поедем к Лакруа. О, как там наш жирный охранник поживает? Тут не Лейволи, это распяли там в канализации и выпустили двенадцатиперстную кишку. Нет, он жив. Я ничего не чувствую. У меня назначена встреча с Лакруа. Ну, возьми с собой на работу пару бургеров, но никто не увидит. Че ты страдаешь там? Так, давайте сохранимся. Сейчас надо максимально умно выбирать варианты ответов. Кроме того, как мы поняли из аудиозаписей Молковяна, все-таки Принц тоже умеет читать мысли. Черт. Ладно, Бум аккуратный, осторожный. Граут мертв. Чем меньше слов, тем лучше. Граут мертв. Что? Кто такой Бах? Он пытался сжечь меня, и он серьезно вас ненавидит. Ммм, нет, 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 нет. Во-вторых, я чуть не поджарился на костерке сумасшедшего священника Баха. Бах! Всегда, я думаю, что он умер. Так, Бах убил Граут, чтобы меня избежать. Бах не знал, что Граут уже мертв. Бах не знал, что Граут уже мертв. Они убили и убили нашего рода, чтобы убить их бога. Но, как и многие мертвы, их так называемая вера не только кондуит, через которую они уничтожили их убежать. Кто еще бы убил Граут? Черт, 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 черт. Итак, Найнс, Найнс. Выбрать второй вариант ответа. Здесь, по-моему, как бы запутанный, но здесь я не называю, по крайней мере, никаких имен. Он немножко такой грубоватый, как бы. Но, я думаю, пора с этим ублюдком уже и пожестче обходиться. Если позволите мне закончить... С лицемерным ублюдком. Ну, все, видите, у нас заперли в угол. И нет никакого варианта ответа, кроме одного. Я просто хотел добавить, что видел там Найнса. Да, я думаю, ты понимаешь. И очень жаждешь, чтобы они побыстрее наступили. Убрать своего непосредственного... Конкурента. Ну, так скажите мне, мистер Драма. Я рад, что это так обмануло. Я не знаю. И ты знаешь, почему? Это значит... В большинстве ситуаций я бы называл «блодхант» на убийца сразу же. Однако, анарксы в этой городе могут интерпретить такую акцию, как бы декларацию о войне. Я не хочу войны с ними. Эта решительность будет зависеть время. Я должен конвертироваться с Примогеном на этом. В связи с тем, я пришел к решению на анкаринском саркофаге. И я думаю, что для безопасности этих хозяйцев в этой городе мы должны поставить саркофаге под защитой камерилы, пока их контент не будет подтверден. Ты становишься довольно недоступным для меня. Так что, из всех моих доступных персоналов, я буду предупреждать саркофаге саркофагом со всеми этими заданиями и я поиздержался. Да, конечно, а, здесь. Я не могу иметь одного из моих представителей бегать вокруг, не подчеркнувшись за эту задачу. Это позволит мне быстрее доставить вам саркофаг. Здесь есть ключи к передней двери мюзея. Саркофаг должен быть в какой-то обзорочной комнате. Есть маленькая безопасность на месте, но я не хочу массажер. Мортины просто так легко убежать, как они должны убить. Ключи не нужны, я найду другой путь, но сначала мне надо немного подготовиться. Я скоро вернусь. Читаем дневник. Ну что ж, записей про музей нету к какой-то причине. Наверное, надо сначала туда отправиться, чтобы эта запись появилась. Но сначала зайдем к Ларе. Распродадимся. Да, не получилось скрыть факт присутствия Найнца в особняке Граута. Что же за игра там вообще происходит? Ни хрена непонятно пока что. Очень-очень жаль. Мари. Мне нужно сделать кое-какие покупки. Продать. Ого! 7 пакетиков обычной крови из 10 возможных и 2 эликсира древних из 5 возможных. Этот пакет наполнен необычайно сильнодействующей кровью источником и способом ее получения пожалуй лучше не стоит интересоваться. Так. Баночка морфия. и ножик. Собственно все. Запасы крови полны. И мы отправляемся в музей. Наверное это надо сделать на такси. Просто поезжай. Так. Музей не подсвечивается. Тогда вернемся к принцу. Что я не так сказал. Наверное сказал что я еще пока не готов не надо подготовиться. Но допустим мы подготовились. Так. Вызывай лифт. Чем он там занимается? Так. Ну все. В музей отправляемся. Я готов идти. Но сначала хочу задать пару вопросов. Откуда Баг знает о вас? Смешно. Что такое общество Леопольда? Они инквизиторы whose фанатизм has convinced them that their triumph over the supernatural will save mankind and secure them a cushy spot in heaven. Ну а почему ты считаешь что они неправы? Если вы являетесь вампиры являются верхним звеном пищевой цепочки то люди если освободятся от них вновь сами поднимутся на самый верх и им некого будут бояться. Не очень-то хорошо быть животным на которого в любой момент может напасть хищник. Что такое кровавая хищника И что? Ты хочешь такую объявить охоту на Найнса? Ах ты сволочь. Сто пудов ты это запланировал но пока не могу понять как из-за того факта что Найнс там был. Понимаю теперь я готов отправиться в музей. уровень immediacy attached to this task work fast and as on the day you are not to open the ankaran sarcophagus for any reason excuse me хорошо так в такси надо наверное идти да князь будет признателен если вы заберете анкарский саркофаг из музея естественной истории и пренесете ему на хранение никого не убивайте если это возможно ух постараюсь а вообще можно было перерезать весь корабль и Элизабет Дэйн и спокойно забрать саркофаг оттуда это было бы быстрее проще надежнее и без свидетелей и не являлось бы никаким нарушением москарды все равно там уже массовая резня произошла и до нас так что какая к черту разница князь почему-то решил так музей находится посередине между даунтауном и санта моникой смертных которые находятся на сорокичей называют охотниками на ведьм в честь инквизиции прошлого итак мы находимся в музее самой японской городовой помните молковянка на пляже говорила динозавр мы тогда подумали что она неизлечимо больная психически оказалось нет чертовски смешно ты до усрачки напугал уборщицу а теперь не можешь ли оттащить проклятого ящера обратно на выставку да и кончай разбрасывать кругом свои ключи или маршал уволит твою задницу велотраптор там музей естественной истории и тут динозавры как интересно так предлагаю сохраниться в общем если проходить эту миссию по стелсу это одна из самых сложных миссий в игре сложнее ее трудно что-либо придумать ну хорош все ушел зебра велотрапторы это я не помню как называется типа брантазавра что-то а это просто козел ух ты что там за скелент хорошо что здесь темно осьминог а здесь у нас что тиродактиле летают ancient incest а ну это как из парка юрского периода муху нашли в застывшей в янтаре тиродактиль так ну нам собственно вниз а ну вот этот брантазавр скелет брантазавра так куда дальше давайте проверять все двери скрытность у нас я напоминаю 7 при активации силы крови подскочит до максимума станет 10 надеюсь не потребуется это делать хотя так ага security музея находит пропавших детей так компьютер 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 поговорить со мной так e-mail так что у нас там с хакерством 5 хакерства какой странный пароль но тем не менее напоминание доктор андерс йохансен или как его еще называют парень с саркофагом будут работать в музее в течение нескольких последующих дней продемонстрируйте профессиональную учтивость которую вы оказывали всем нашим гостям как видите йохансен эту фамилию мы уже третий раз встречаем он сначала вроде присутствовал на корабле затем мы узнали что ему сняли гостиницу в эмпайр отель и теперь он будет работать в музее та статуэтка что на рабочем столе дарила она пугает меня я работал допоздна прошлой ночью и клянусь мне показалось что надвиглась это не очередной прикол а если это так то я не думаю что это смешно кстати мы в музее я напоминаю что пиша просела на один из двух артефактов говорил что находится в музее не об этой ли статуэтке идет речь маф обнаружил вирус в файле прикреплен к этому письму вирус помещен карантин на адрес такой-то выслан предупреждение ты нашел те ключи они принадлежат таре я скажу ему что ты оставил их в бюро находок так а это же по-моему мы как раз в бюро находок и находимся нет продажи для доступа к папке нужен пароль конечно о по-моему мы не ломаем да недостаточно нужно хакерство 6 так что у нас хакерством смекалка целых 12 стоит и что еще компьютеры за 6 пока мы не можем это сделать ну давайте активируем прорицание гриф так view данные в продажах в настоящий момент недоступны ну прикольно вот из-за этого я потратил единицу крови ладно ничего хорошего в принципе не узнали кроме того что где-то здесь должны быть ключи не вижу октябрь сейчас на дворе да а так и не скажешь ага так заперто 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 как же нам туда попасть ага тут рядом есть еще дверь а судя по звуку кто-то застегивал ширинку надо срочно валить отсюда пока не началось так ага смотрите куда нас это приведет ага вот и товарищ который отливает так в какую сторону нам идти ох так либо в другую черт непонятно до конца давайте по очереди сначала осмотримся здесь так ключи меня интересуют ключи ничего такого не вижу так охранник смотрит за камерой видеонаблюдения но не вижу что здесь можно нажать так так ага а ну вот сюда бы мы выпали понятно так но это ничего не меняет я не нашел ни хрена никаких ключей ничего такого давайте еще раз вернемся наверное я был просто невнимателен может здесь что-то лежит ага отлично мы нашли ключ от подвала хорошо что здесь темно иначе бы нас спалили я боюсь чуть опять я не ту клавишу нажал теперь нам надо попасть собственно в подвал так это главный ход понятно а как у нас задание звучит никого не убивать или не быть замеченными никого не убивайте разные вещи то есть мы можем спалиться но потом убежать так нет это не подвал а это а это что давайте посмотрим еще офисы так записка дарк я нашел их валяющимся внизу на диване и отнес бюро находок кончаю бросать свои чертовы ключи где попало или в следующий раз я потребую награду за находок ну мы уже нашли ключи так что в принципе нам эта записка ничего нового не сказала так теперь собственно нам надо в подвал скорее всего саркофаг находится именно там так что здесь такое таблеточки аппарат противозачаточное так кому ж на работе может понадобиться противозачаточное так здесь ничего нет ага отлично мы получили ключ от подвала и теперь начинается самая жесть самая жестокая жесть из всего здесь ничего нет интересно так предлагаю сохраниться испытать настоящую боль от прохождения дальней миссии по стелсу потому что здесь так светло как в операционной практически камера сработала нас не видят пока что смотрите даже подойдя к нам вплотную я совсем забыл что надо ходить по зеленым линиям ну все разбегайтесь это была ошибка охранной системы сбой для этого для особо одаренных начертили зеленые линии по которым надо ходить на которые камеры соответственно не будут реагировать так но мне надо зайти сюда крайне важно это сделать руководство по безопасности вы не знаете что полезного можно подчеркнуть из этой книги нужен навык обучения 6 давайте ломать компьютер делать это как можно быстрее камера 1 а ты черт 6 надо да надо 6 активируем камера 1 быстрее 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 пиратактиль дизейбл камера наблюдения за первым хранилищем отключена камера 2 ломай 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 велосипед раптор так дизейбл камера наблюдения за вторым хранилищем отключена отлично уже должно быть чуточку попроще так чуть-чуть тихо-тихо откуда ты взялся никого 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 нету никого нету так предлагаю на этой радостной ноте сохраниться вроде пока неплохо справляемся даже несмотря на то что в самом начале вызвали тревогу так ну если вот здесь навстречу нам будет идти охранник это будет все провал но двери видите как нарисованы их невозможно открыть это абсолютно точно так здесь камеры но они по-моему уже отключены насколько я знаю так напоминаю что нам необходимо здесь найти артефакт блин ну как же здесь светло а черт возьми да камеры судя по всему не работают так будем внимательно смотреть где же артефакт так вот здесь красная линия здесь ходить нельзя так ага нужно знать пин-код сейчас попытаемся это сделать но для начала что здесь такое ключ от мастерской отлично мы нашли ключ музея это хорошо нам надо знать нам пин-код это не здесь ли работает Йоханссон так компьютер так емейл пароль принят так довожидаши освещения я буду сопровождать доктора Йоханссон лично думаю он не захочет чтобы младший персонал его донимал конечно если у вас есть вопрос то я попробую спросить его за вас расслабься я попросил его переместить статуэтку в другую комнату и да она велела передать тебе привет какую другую в соответствии с правилами обеспечения безопасности мы изменили код доступа в секцию B2 на 2358 изменения вступают в силу немедленно я советую вам всем сменить паролик e-mail особенно если вы не делали этого в течение последних трех месяцев 2358 отлично отлично больше сообщений нет результаты результаты пароль анализ не закончен приблизительное время до окончания 5 часов а что они анализируют уж не ушли не саркофаг так давайте еще раз сохранимся мы узнали пароль 2358 хочется заверить что он сохранился в нашем дневнике что я не уверен что смогу долго это число носить в свою мозгу да он сохранился и теперь нам надо найти статуэтку прежде чем отправляться туда было написано что она была перемещена в другую комнату а в какую пока я больше никаких комнат здесь не видел но это не значит что их тут нет ушли не сюда так там есть дверь ну как туда попасть в эту дверь и вообще не похоже чтобы она открывалась потому что там нет ручки есть тут у меня одна мысль как туда попасть ох только надо все делать очень и очень быстро сейчас бегутся нет странно ну и охрана тут идол статуэтка ну что ж наше хулиганство и вандализм было вознаграждено идол статуэтка статуя идола даже просто подержав ее вы понимаете что в ней определенно есть что-то странное и сверхъестественное ну и судя по всему из Африки эта статуэтка так ну что действительно никто не сбежался я не знаю слепоглухонемых нанимают сюда охранников что ли как это можно не услышать о-о-о-о-о так давайте его пропустим великодушно пусть идет себе своей дорогой мы тут посидим потому что встретиться с ним в узком коридоре это не то чего бы мне хотелось так все переходим на следующий уровень так сказать 23 58 23 58 так одна задача выполнена осталось самое последнее но самое важное найти и самое главное вывезти как мы его будем вывозить есть а кстати вампиры как у них там с грузоподъемностью они могут как муравьи поднимать груз 20 раз больше своего веса весящий или нет что-то об этом нету информации так если здесь будут камеры то скорее всего ту команду которую мы водили на компьютеры на них не действует она или действует камера не работает а я думал это только на то помещение распространялось ну что ж это радует вот так бы было со всеми камерами было бы вообще хорошо и замечательно так что у нас тут ага двор судя по всему отсюда можно бы было как-то выехать так комната охраны лучи блин ну я так не пропрыгаю это уж точно знаете что я задумал очень такая крамольная у меня мысль я перед воплощением ее в жизнь сохранюсь возможно что с поста охраны можно отключить эти лучи но чтобы туда попасть надо выстрелить и разбить окном ах ты черт если сюда он пойдет уходи порошок уходи иди 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 так я пожалуй от греха подальше выпью один пакетик хотя ладно не буду так отлично компьютер компьютер лучи ну надо же дизейбл лазерные лучи отключены сигнализация 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 пароль принят дизейбл сигнализация выключена ну что ж вот это меня уже радует так охранники охранники по прежнему в режиме повышенной тревоги а нам все таки надо выбираться отсюда каким-то образом ну что ж тогда я пью пакет крови и еще раз колдует силу крови что позволяет нам принципе под носом у них здесь пройти потому что незаметность повышается до 10 так ну что тогда нам судя по всему сюда это склад музея наверное саркофаг должен находиться где-то здесь а его нет прикольно прикольно что ты здесь делаешь тебе удалось его осмотреть? ой я реально wish я А Гиена? Почему ты не согласен? Не можешь побольше рассказать о слабокровных? О боже мой. Существуют ли другие предзнаменования Гиены? Дум, Глум, Кайн? Какая интересная теория. Потрясающая вещь. Как давно ты изучаешь мифы сородичей? За 300 лет я пытаюсь определить функцию нашей жизни. Много рода в мире. Я не могу привести это в действительное действие библии. Мы существуем. И если еще 300 лет, я решу. Какие думаете? Мы следующая ступень эволюции людей? Да, я уже слышал эту теорию. Наверное, кажется, неправильным. Но нет никакой доказательства, чтобы поддерживать это. Тем не менее, это лучше объяснение, чем правильная стресса для мальчика. Я согласен. Помните. Правда не будет рассказана в времени. Она будет рассказана с нами. Ну, моя работа здесь уничтожена до ночи. Я думаю, что сделаю так же. Прощай, Beckett. Какой загадочный типаж. Тоже исследователь. Как и Граут. Только немного в другой области. Так. Мы оказались сразу в Даунтауне. Прочтем наш дневник. Вы нашли пиши идола из музея. Вам еще необходимо разобрать книгу из обстоятельника от Джованни. Но, я думаю, уже можно задать этого идола хотя бы. Вы добрались до помещения, где хранился саркофаг. Но, кто-то побывал там раньше. Вас саркофаг украден. Надо должить князю о таком повороте событий. И что у нас по очкам опыта целых? Одиннадцать. 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 Так. Что же делать? Что же делать? Сюда бы надо, наверное. Хотя бы. Да, именно сюда и надо. Следующие очки опыта вложить. Ну, тогда ждем, как получим еще одну очко. В принципе, давайте сейчас сбегаем к пишшим. Вернем ей. Отдадим, вернее, ей статуэтку из музея. Посмотрим, что она предложит нам взамен. И затем тогда уже, собственно, можно будет идти к князю. Здрасте. Да. Ты кажешься немного зацикленной на смерти. Смерть — это дилемма. И интеграция к вершине и поведению каждой культуры. Смерть. 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 Третья не могла быть мотивации, чтобы выполнить что-то. Единственная эмоция была существовала. Жизнь была пестилентно и агонизированно. Вы не находите, что все вампиры такие... Ну, если не все, то большинство вампиров весьма интеллектуальные создания. Наверное, это из-за того, что они живут очень много лет и... Им интересно разобраться в причинах настоящих этого существования. У меня другой вопрос. Вот та вещь из музея. Да. Это длинное и для меня. Есть что-то, что из него разознает. Виспер. Я вам даю это в трейд. Это знамятое как Одиус Чалис. Одиус Чалис. Одиус. 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 Хм. Отлично. Я вернусь, если найду что-то еще. Что за сосуд мерзости? Ух ты. Чаша ненависти. Извращенный плод трудов Цемицы. Это существо обречено на вечное и мучительное существование в услужении у проклятых. Когда вы убиваете врагов, сосуд наполняется кровью. Используйте сосуд, чтобы пить из него накопленную кровь. Ой, какая прелесть. Похоже на креветку. Так, ладушки. Хм. Пиша нам дала только артефакт, но не единицу опыта. Но я думаю, насчет этого князь должен нам помочь. И тогда мы наконец посмотрим, какие книжки мы сможем прочитать. А какие нам уже, пожалуй, что и не нужны. И мы можем с ними без всякого сочувствия расстаться. Продать толстому лари, это значит. Интересно. Кстати. У нас очень нехорошо с запасами крови. Вы не находите? Очень нехорошо. Давай быстрее, 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 пока не началось. Отлично. Вот так-то. Имея хорошую скрытность, можно питаться прямо на улицах. Так, так, так. Какие будут наши следующие действия? Мне наверх. Извините, я... Начинаю дозу оттуда. Мне нужно найти настоящее животное, чтобы обслужить меня, когда люди приезжают. Может быть, один из них чипов, как на этом шоу «8 детектива»? Хе. Ох. Этот монки всегда будет его человеком. Хм. Да. Я думаю, тебя бы она тоже обставила. Потому что на ступени эволюции стоит выше. Ла Круа ждет меня. Что? О, да, мистер Ла Круа ждет тебя. Для молодого человека, он точно любит работать поздно. Я, я проведу большую часть моих молодых в институте. Да. Я обслуживаю сетки для более 6 топ-10 телевизионных. Мы поговорим попозже, Чурбанк, извини. Знаете, что меня смущает? По-моему, и при Бекке мог нас чему-то обучить. То ли я путаю, и это должно было произойти не тогда, то ли я неправильно выбирал реплики в диалоге. Но я вроде старался быть максимально учтивым с ним, и всегда выбирал как бы научную сторону вопроса при выборе ответа. Но нас он ничему не обучил. Не было никакой записи, не похоже на это диалога. Но я могу ошибаться. Ну, да ладно, если что. Ну, всего не упомнишь. Так что, прошу прощения, если это так. Но надо же, князь поменял свою диспозицию, и задумчиво смотрит вниз. Что ты там видишь, князь? Да святой же ты, мученик. Каждый в этом городе уважает вас за мудрое руководство. Хммм, как неудачно я использовал обеждения. Попался на этом, ладно. Вас все уважают, к чему все это? Поддержит чувство собственной важности? Это блудхант на Найнз Родригеза, за смерть Алистера Граута, будет называть. Родригеза, экзекуция, только в момент времени. Я облечу фьюз. Если война облечит, то это моя головка, за что они будут шарпать на пайксфол. Попробую я могу отдохнуть, понимая, что ты, мой самый предупрежденный оттендант, меня укрепил от одного облака сегодня. Ты нужна помощь, привезти саркопфакаса в мою офис? С чего ты взял, что я тебе привез? Какой ты самонадеятельный. Блин, ну зачем же ты объявил кровавую охоту? Вернее, не объявила, собираешься объявить. А не правильно ли сначала проводить суд, а потом уже объявлять кровавую охоту? То есть разбирательство какое-то должно быть? Ты же собирался созвать первородных, обслужать с ними этот вопрос? Ты это сделал? Хитрая, ты мордаю. Я не доставил его, его украли. Украли? Украли? Как? Кто бы... Ох, Гэри. Гэри, ты... Трезонный маккот! Я должен был предупреждать твоего трешевого, суарат! Хм, я смотрю, князя очень сильно интересует этот саркофаг. Почему? Почему, Себастиан? Не объясните мне, кто к чертовой матери этот Гэри. Носферарту Примичен. Носферарту были ответственны, где был саркофаг, и для получения ключ к музею. Они были единственные, которые знали. Сейчас очевидно. Моя ошибка. Но... Я хочу его найти. Я хочу его... найти. Этот саркофаг может быть... эксплуатирован. Возвращая, кто знает, какая катастрофа в этой городе, если бы он падал в плохие руки. Хм, 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 хм. Хм, хм, хм. 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 Хм. Хм, хм. 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 Смысла в этом нету даже 3 единицы вкладывать в финансы, чтобы читать эту книгу. Никакого смысла не вижу. Поэтому финансы продадим, но и, к сожалению, мы уже не можем воспользоваться вот этой книгой. Она повысила бы нашу способность уклоняться, но она и так весьма велика. Ладно. Так, давайте поторгуем с Ларри. Думаю, продадим ему финансы и уклонение книги. Кстати, что у нас там с патронами на оружие? 17? Ну, я думаю, нормально. Больше нам и не надо. Ку-ку. Мне нужно сделать покупки. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Так, противозачаточное. Уклонение. И финансы. И остается только борьба. Ну, пожалуй, что и все. Ну что ж, проверим нашу догадку по поводу того, что такси нас может отвезти в Голливуд. Там, где рождается и умирает мечты миллионов. Хоп. Хоп. Окей, поехали. Голливуд. святая роща в переводе на русский а по мне так рассадник порога и разврата так это вампир судя по его забава тебя значит зовут а если открыть не хочу встречаться с айзеком нет ну не будем грубить нам собственно к нему надо туда я отправлюсь и очень можно надо на драку спровоцировать да ладно не будем мы только попали в этот район зачем же нам собственно портить отношения сего обитателей так red spot open 24 часа то что магазин что ли так давайте ознакомимся с картой с картой так азиатский театр кафе lucky star смотрите отель lucky star здесь есть нам туда на будут наведаться до принципе другие постройки мне не знакомы в конце улицы от сказал айзек в том конце наверно не знаю но для начала давайте попробуем зайти да смотрите можно зайти в магазин это меня радует давненько у нас не было всяких обновочек это радио разговаривает что у нас продается в магазине ничего себе смотрите какая магия я беру банку сквозь стекло холодильника пиво это что за цены 219 долларов что ли да вы еще поиздеваетесь 577 или 577 наверное 577 что тут еще всякая дрянь сэл хат-доги так здесь закрыто у нас чувак все нормально тебя банкомат не работает да туалеты не сбрасывайте мусор здесь ну чтобы он не засорился я понял можно это выключить а чувак это ты издаешь такие звуки ты сумасшедший а кто тут забыл 25 баксов ну мы не будем это узнавать бла-бла discovers wal слышал что-нибудь о серийном маньяке slow Хм, нет, что-то еще тут творится, есть что-нибудь интересное. Ну, не знаю, интересно, еще о чем можно сказать. Отлично, обязательно туда зайду. Ладно, я клюну, что за особое предложение? Хм, конечно. Покажи, что у тебя есть. Так, Кольт Анаконда. Револьвер 44-го калибра. Чувствуешь, как тебе повезло, приятель? Этот монстр огромного калибра останавливает практически все живое и неживое. На своем пути имеется альтернативный режим стрельбы. А это патроны, надо понимать? А, нет, это патроны на Атику. О, а патроны к Кольту Анаконде у тебя отсутствуют, что ли? На самом деле, Кольт Анаконда является моим любимым огнестрельным оружием в игре. Это при всем при том, что я его ни разу не использовал, когда играл. Ну, в смысле, на постоянку и не развивал. А так, бывают моменты, когда оружие нужно. Поэтому мы продадим Атику и купим патроны. И купим Кольт Анаконда. И тут же появляются на него патроны. 25 баксов стоит. Ну, давайте купим. Раз, два. А, собственно, максимум 204. Ну, максимум мы не будем, конечно. Ну, вот так вот, достаточно. Так. Конечно же, купим холодное оружие. Кувалда. Всего 119 баксов. Требовый намек владения оружием 5. Как у топора. Потенциал урона 24. А здесь 30. Летальность 12. Летальность 10. Поправка к умению 0. Поправка к умению 0. Базовый урон 2. Базовый урон 3. Тяжелый молот. Якобы используемый в строительстве. Отлично подойдет, чтобы выпить дури с чужой башки. Вместе с мозгами. Да, мне подходит. И, конечно же, одежда. Легкая кожаная броня. Это комплект кожаной брони. Тонкая кожаная одежда имеет класс брони 2. Но слегка стесняет движение, снижая ловкость на 1. Вот это вот плохо. Примеры легкой кожаной брони. Кожаные куртки, кожаные юбки, кожаные перчатки и сапоги. Берем. Ну, неплохо я тебя так закупился. Почти на 1000 баксов. Так, я выйду из этого магазина, потому что этот болтающий чувак, который никак не может выбрать себе чипсы или что он там покупает, меня очень сильно раздражает. Телефона? Это не меня, значит. Так. Встанем под яркие лучи света. И примерим одежду. Она выглядит ужасно. Какая-то пафосная куртка со смехом. На воротнике и рукавах. Да. Не очень. И давайте теперь поменяем оружие. На единичку ставим кувалду. И на огнестрельку кольт-конт. Кольт-анаконда. Что за альтернативный режим? Режим фан. Режим сингл. Давайте сделаем фан. И кувалда. Ух ты ж. Всего два у нее удара, да? В отличие от... А, нет, три. Просто надо вовремя нажимать. Ничего себе. Даже трещины на асфальте ставлю. Не попадаю в танк. Вот так вот. Небольшая задержка перед третьим ударом. Ха. Неплохо. Отлично. Ну, собственно, нам ничего не остается, как найти Айзека в конце улицы в ювелирке. Ага, вот это отель Lucky Star. Но пока не будем сюда заходить. Нам, собственно, нужно повидаться с Айзеком. Бомжадня. Здесь тут нет чумы, как в даунтауне. Ох ты ж. Китайский театр. Какая прелесть. Sunset Print Play, тройка games, obey. Не находите, что это? Отсылка к фильму Чужие среди нас. Там, помните, если я одеть специальные очки, то вы видели истину, которая написана на рекламных плавкатах. О! Абрамс, Голден, Эйдж. Ювелирка Абрамса. А где же в нее вход? Че, ты с чего здесь ходишь? А-а-а, вот кто это. Ну, я пришел к Абрамсу. Хм. И как это похоже на ювелирный магазин? А, он, наверное, здесь находится. А, это типа твоя конторка. Компьютеры выключены, очень жаль. Ну, привет. Добрый вечер, неонейт. Айзек Абрамс. Я вас ждал. Похоже, что зеленые солдаты из Камарилла скатываются слишком часто на эти ночи. Этой маленькой двадцатый принц Ла Крой у меня что-то сказать? Я ищу на Сферату. Ну, мне об этом ничего не известно. Не подскажешь, где их нужно найти? Может быть. Но, перед тем, как я могу помочь тебе, есть вопрос о трюбе. Мне перестает нравиться направление нашей беседы. Позвольте мне, старый. Но это моя барония, и, как и традиция, токен респекта должен быть платить. Хм. Понимаю. Так, что ты хочешь? Что я хочу, это простой взаимодействие. В прошлой неделе я платил для определенного итема, фильмы. И в вечернем я получил эмейл, что продавец готов, чтобы продавить его. Но, впрочем, он стал немного параноидом все в другое. Не встретит меня в личной, не бросит его, не отвечает на его телефон. Думаю, он отправит локацию пикапа в компьютер в ближайшее интернет-кафе сегодня. Ты видишь, где я с этим? Боишься, что это засада, поэтому посылаешь меня? Говоря о параноице, нет. Семплые пикапы, все, что есть. Я сделаю это, но сначала у меня есть пара вопросов. Советую, чтобы так оно и было. Доставка посылок еще не приходилось таким заниматься. Мне пора. Отлично. В связи, представьте себя приветственным гостем в моем бароне. Добро пожаловать в Холливуд. Угу, спасибо. Кстати, о птичках. Наша новая вот эта вот комичная броня. А, куда этот вампир делся на окне, который мне сюда послал? Понизила нашу ловкость на единицу. А это значит, что нам надо еще 4 очка будут вложить сюда. А, смотрите. Это не работает. Хотят, чтобы мы вложили 8. Хе-хе. Как интересно. Мы ранее прохождение здесь с 3 волос 4 очка. Но, наверное, патч это подправил. Теперь рассчитывается из настоящих очков, вложенных в ловкость, а не о ее реальном показании. Не знаю, справедливо это или как, но в любом случае мы играем пока что на таких условиях. Итак, Голливуд. Исаак требует, чтобы вы оказали ему услугу, прежде чем он поможет вам в поисках на Сверат. Он отправил вас в интернет-кафе Ground Zero. Там нужно в одном из компьютеров зайти в директорию Джозеф и используя пароль Гавка прочитать послание курьера. Давайте посмотрим. Хотя, в принципе, что посмотрим. Давайте сделаем это же в следующей серии. Я желаю вам всего самого доброго и всех благ. Голливуд.